Привет! Смартфоном Google Pixel 3i XL я пользуюсь уже год. Я заказал его из Америки ровно тогда, когда он появился в продаже. Было это вот так вот, кому интересно, можете посмотреть. Может быть, кто-то на моем канале еще не видел, хотя про Pixel у меня на канале полно видео. Есть и распаковка, есть где купить, как купить. Кстати, если вы не знаете, где взять Pixel 3i XL, либо любой другой Pixel, в принципе, пожалуйста, смотрите видео, там все полезно и понятно. В-третьих, обзор, и в-четвертых, это опыт использования, самое полезное видео, на мой взгляд. Есть еще и пятое видео, ну а там я просто играю в Call of Duty Mobile на Google Pixel 3i XL. В целом его можно не смотреть, но остальные обязательно. А 3 августа вышел новый герой бюджетных войск США. Это Pixel 4a. Смартфон мечта. Цена 350 долларов, он стоит сильно дешевле, чем Google Pixel 3i XL на старте продаж. Там есть камера от Google Pixel 4, от флагмана там стоит модуль, один из лучших в мире, а на мой взгляд, самый лучший. Все фишки именно гугловского Android на борту, длительная поддержка, тоже. Ваш смартфон будет актуален в плане софта на протяжении нескольких лет. Но смартфон мечта только в теории, потому что, да, конечно, есть там еще и минусы. Вот о них я уже не буду тизерить, потому что минусы, точнее плюсы, вы знали и так, без меня. Многие блогеры говорят, да и рекламная компания Google тоже постаралась хорошо. Самое интересное, ради чего вы здесь, это минусы. Сразу скажу, что они субъективные и сразу скажу, что я постараюсь максимально непредвзято рассказывать об этих двух смартфонах. Хоть это и будет очень сложно, потому что одним смартфоном я пользуюсь уже целый год, а другого у меня даже нет. Словом, постараюсь рассказывать с точки зрения себя, потому что у меня есть крутой смартфон, уже предвзято. У меня есть неплохой смартфон и вот в чем вопрос. Есть ли смысл мне его менять или смысла нету? Давайте в этом сегодня и разберемся. Конечно, Pixel 3a выглядит лучше, кто-то будет спорить, конечно, нет. Но это не значит, что внешний вид Pixel 4a не имеет ничего общего со словом дизайн. Нет, он есть, просто это минимализм. Также новый смартфон матовый, он как будто уже в чехле, но это только в дешевом чехле, по типу тех, что кладут в комплект к смартфонам китайских брендов. И ведь цвет всего один, черный, даже белой версии нету. Вау, Google, это как? У вас закончилась краска на заводе, осталась только черная? Ну, будем надеяться, что хотя бы так. А то в связи с последними событиями в Америке, кто знает, может быть именно в связи с этими событиями, только черный цвет. Уже два минуса насчитали. Даунгрейд дизайна и один цвет. Оставили цветную кнопочку, уже и это радует. Но модуль камеры поменяли и тоже не в лучшую сторону. А все потому, что в 2020-м такой тренд. Зачем ему последовали, непонятно. Камера-то все равно одна, и по итогу попытка смешать тренд 20-го с одиночной камерой привела компанию к нелепому решению. Напомню, что в этом видео все субъективно, поэтому если вам нравится дизайн, поставьте мне дизлайк. И если черный матовый можно спрятать под чехол, то проделать то же самое с камерой не получится. Словом, еще один балл в пользу 3А. Пиксель 3А имеет поддержку очень длительную, огромную, целых 3 года. То есть, в 2021-м вы все еще сможете установить условный Android 12. No problem. Софт все еще будет актуален, и компания не будет искусственно замедлять устройство. Потому что Pixel 2 и даже первый Pixel чувствуют себя прекрасно в наши дни. Сомневаюсь, что Google изменит своим принципом. Все-таки у компании есть кредит доверия. Это я к тому, что с точки зрения софта смартфоны идентичны. Что вы купите тот, что вы купите этот, вообще без разницы. Все те же нули и единицы. Так что здесь... 1.1. Мука пролетела. Модуль о 5G нет ни в том, ни в другом смартфоне. Для кого-то это огромный плюс, а для кого-то это минус. Так что либо 1.1, либо 0.0. Для кого отсутствие 5G в смартфоне большой плюс, можете снять шапочку из фольги и смело заказывать Pixel 4 или Pixel 3А. Еще не решили какой? Хм, идем дальше. Вроде бы на официальном сайте Google Store... Вот сейчас я на него зайду специально, посмотрю в прямом эфире, чтобы точно сказать. Вот вроде бы я видел, что есть версия Google Pixel 4А 5G. Но это не точно, и тут надо, конечно, разбираться. Так что, пожалуйста, напишите в комментариях. Если вы в курсе событий, если вы знаете больше, чем я, а таких людей много, то, пожалуйста, напишите в комментариях, есть ли в Pixel 4А 5G или там его нету. Ну, в Pixel 3A XL его 100% нет, так что здесь потенциально 1.0 и 1 в пользу 4А. Ладно, я сам нашел на монтаже, это было, в принципе, несложно. Pixel 4А 5G будет в октябре. Вместе с Pixel 5. Наверное, это нужно для того, чтобы запустить вторую волну заказа в Pixel 4А. Ведь сейчас и так резонанс. Вау, смартфон от Google за 349, а через 2 месяца ажиотаж спадет, и нужно будет снова удивлять. Как? Вот так. Смотрите, производительность. Вообще, по идее, в Pixel 4А стоит процессор поновее. 730G, если я ничего не путаю, а здесь стоит 630, если я ничего не путаю. Вот такой стоит там, вот такой стоит там. Если я перепутал, поставьте мне дизлайк. Но смотрите, в чем суть, поэтому эту часть я снимаю без сценария. Дело в том, что разницы вы вообще не заметите. Ну и плюс, к тому же, если мы уж так начали говорить, то вообще, по идее, по сути, да, без сценария сложно. По идее, 4А здесь даже выигрывает в производительности, поскольку стоит процессор поновее, и он стоит дешевле. Так что здесь, окей, здесь по-любому отдадим балл Pixel 4А, но по факту, по факту, разницы вы не заметите никакой, абсолютно. Чтобы вы купите это, чтобы вы купите это, у вас будет одинаковая инстичная производительность. Потому что в ежедневных, повседневных всяких задачках вы не заметите абсолютно никаких отличий. Не найдете, точно. За исключением отсутствия модуля телефото, в 4А стоит камера от Pixel 4. То есть фотографии шикарные, а видео тоже на уровне, но не на том же, что и в iPhone. В Pixel 3А стоит камера точь-в-точь такая же, как и в Pixel 3, если говорить про основной модуль. Фронтальная лишь немного отличается углом обзора, в целом, same things. Вопрос, плохо ли снимает Pixel 3А? Нет. Вопрос номер два. Сильно ли лучше снимает Pixel 4А? Нет, алгоритмы те же самые, те же самые недоразмытия и переразмытия. Визуально снимки будут идентичны, разница в чёткости, кому она нужна в эпоху Инстаграм. Главное, баланс белого HDR, фокус, экспозиция и остальное по мелочи. Главное, это правильные цвета и приятная картинка, без дополнительных манипуляций в Photoshop. И 3А, и 4А сделают вам два идеальных снимка. Причём, если не говорить, какой кадр сделан на какой смартфон, вы в жизни не угадаете, какой кадр сделан на какой смартфон. Добавила бы Google Telephoto, вот тут уже можно было бы подумать. Фронтальная камера, что в том смартфоне хороша, что в другом, единственное, что её внешний вид отличается. И по идее, об этом надо было бы сказать ещё и в пункте дизайн. Дело в том, что передняя панель в Pixel 4А выглядит именно так, как многим не по нраву. Например, мне. И это главный повод, чтобы не покупать Pixel 4А лично для меня. Именно поэтому я не понимаю компанию OnePlus, которая отказалась от идеи выдвижной камеры. Но об этом я уже рассказывал миллион раз. И интересный факт. Дизайн передней панели Pixel 4А напоминает дизайн Galaxy S10e. Либо же iPhone 11, не считая камеры. Это я про широкие рамки, отличительную черту бюджетных смартфонов. В общем-то, сравнение закончено. Но чтобы вы точно определились, нужен ли вам Pixel 4А или нет, скажу следующее. Это самый дешёвый вариант смартфона с отличной камерой. Дешевле точно не найдёте. Если раньше таким смартфоном был Pixel 3А, дешёвым, плюс с отличной камерой, то теперь это Pixel 4А. Это камера, которая позволит вам делать качественные снимки в любых условиях. Причём ночью иногда он фотографирует даже лучше, чем днём. Ну, чисто с визуальной точки зрения. Хотя и с детализацией тоже проблем нет. Нужен портрет, пожалуйста, макро, запросто. И если даже сравнить Pixel 4А с флагманами, которые стоят в 2, а скорее даже в 3 раза дороже нового смартфона от Google, даже в этом случае разницы вы не увидите. Да, нету телефона, нету широкого угла, но согласитесь, лучше качественная основная камера, чем полный набор линз, снимающих хуже, чем коптеры с Алиэкспресс. Да, это я про бюджетные смартфоны китайских брендов. Не ведитесь на количество камер, качество важнее. И если Google предлагает вместо трёх таких себе одну, по сути, идеальную камеру, то я с радостью принимаю эту сделку. Распаковка номер 2. Первую распаковку, сами знаете, где искать. Чек остался. Чехол. Очень крутой, классный. Замечательный. Pixel 3 XL, крутой смартфон, советую покупать именно его, но если у вас мало денег, покупайте Pixel 4А. Вот такая простая логика. Но, если у вас есть ещё больше денег, то советую купить OnePlus Nord. Там качество съёмки чуть получше. И он выглядит премиальнее, чем Pixel 4А. Но этот выглядит премиальнее, чем OnePlus Nord. Так что решайте сами. Всё, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!